У вас сегодня была такая тяжелая игра, да, с переменой лидера, ваши комментарии сегодня по вашей игре, пожалуйста. Ну, давайте я, ну, как для меня игра была очень напряженная, так как у нас в Одессе свои личные счеты загубок, поэтому игра была, наверное, так на небо, что последние секунды больше, как говорится, не вздромнул, тем более нас очень подарило то, что капитан нас, наш сил, нашу опору, как говорится, но ничего. Мы, как говорится, давайте девочки, и мы собрались, и все нормально, конечно, много ошибок, но ничего. Как говорится, работайте, работайте, работайте. Спасибо. Тоже ваши комментарии. Да, игра была сегодня, безусловно, очень-очень непростая и нервная. Думаю, что она пошла по такому скомкому сценарию по двум причинам, что одна из причин была, 5 фоллов получила Кристина Карп, и тут же в ответку получила 5 фоллов Аня Актерики. И команда Одессы, и мы лишились, по большому счету, двух лидеров, двух основных игроков. Одесса выходила там своим способом, они ставили больше маленьких игроков, мы старались использовать своих больших. К сожалению, не всегда хорошо это получалось. Опять мы возились 25 минут зонной защиты команды Одессы. Для меня это просто реальный парадокс, потому что я говорю, что каждая команда против нас становится играть в зону, каждая команда проигрывает в счете. Вот этот отрезок, кроме команды Одессы. Сегодня 17 раз менялась ситуация на площадке лидерства, как и в Кубке было, 18 раз там менялась. То есть игра была безусловно ровная, команды хорошие, достойные. Я рад, что наша команда оказалась сильней. Поздравляю своих игроков и поздравляю команду Одессы, потому что они сейчас очень приварили и играют очень хорошо. Ваши комментарии к игре. Сегодня начнем с игрока. Что получилось у вас сегодня, что не получилось, какая была установка? Ну, установка была такая, что главное нам выиграть. Все-таки мы уже смогли выиграть эту команду на Кубке. Вот, и мы поверили в свои силы, это был, можно сказать, барьер для нас. И, ну, что, мы пытались сделать все, что нам говорил тренер, и в защите работать, разговаривать, и в нападении играть в комбинации. К сожалению, были немножко у нас такие ступоры моментами, но процент после первой половины был совсем неутешающий. Ну, мы старались в любом случае и делали все, что мы могли. Тяжело играть без Кристину Карп, потому что она получила уже фактически в третьей четверти пятый персональный фол. Ну, конечно, Кристин Карп наш лидер и центровой игрок, через которого мы стараемся играть каждую комбинацию, и заигрывать ее в атаках, и, ну, к сожалению, в третьей четверти она села. И, ну, было тяжелее, но мы все равно старались не расслабляться и играть дальше. Спасибо. Спасибо. Ирина Викторовна, скажите на Ваши комментарии к игре. Я хочу в первую очередь поздравить команду «Киевбаскета». У них, получается, это очередная победа, они были без поражений. Вот. Мы сегодня дали бой, хороший бой. Я благодарна своей команде, благодарна девочкам. Ну, я горжусь, в общем-то, что у нас молодая команда, не такая опытная. И мы сегодня практически половину игры играли без основного игрока, без Кристины Карп. И девчонки справились, вели, но в конце немножко не доработали в защите, и мы проиграли. Ну, я думаю, что будем делать выводы, будем работать. У нас немножко скомканная была подготовка к этим играм, но, хочется сказать, не все получалось, не все так сыграли, как я думала, сыграют. Ну, будем надеяться, чемпионат концов поблизится, будем стараться. У вас завтра игра с уже «Динамо» Киевом. Как настроена эта игра? Ну, я думаю, что «Динамо» Киевом будет больше нужна, чем нам. Хотя, каждая победа – это опыт, это уверенность. Но у них сейчас такая ситуация, что каждое поражение может выбить их из четверки. Поэтому, я думаю, завтра будет бой. Мы будем стараться изо всех сил. Во-первых, порадовать болельщиков. Огромное спасибо, что пришли, держали нас. Очень приятно, что все больше и больше болельщиков приходит к нам на игры. Завтра мы будем стараться только на победу. Спасибо.